Привет, я Ваня. На канале Рыбакит я сегодня рисую кота ученого из мультика Сказочный Патруль. Рисуй со мной, это будет просто. Я взял карандаш, у меня есть белый лист бумаги, фломастер и масляная пастель. Все, что нужно сделать, чтобы хороший рисунок. Рисуй со мной и мы нарисуем сначала набросок. Зачем нужен набросок? Для того, чтобы потом ты не ошибился. Сначала нарисуем вот такой прямоугольный, квадратный, круглый квадрат. Я бы назвал его квадрат, немножко вытянутый, походу на прямоугольник, но с закругленными краями. Углов у него нет. После этого мы рисуем шею ему вот так вот и тело. А тело у него длинное вот такое. Прямоугольничек здесь. Я думаю, тебе хорошо видно. Дальше. Что я рисую дальше? Я рисую ногу. Одну ногу сюда. И она тоненькая. И вторую ногу сюда. И она тоже тоненькая. Нарисовали? Отлично. Теперь мы рисуем ему хвост. Хвост вот такой раз. И он тоже тоненький. Все рисуем карандашом. После этого здесь у него вот такой, я нарисую ему такую бабочку. И руки. Руки я нарисую вот сюда идут и сюда. Сюда и сюда. Очень просто, упрощенно. Я покажу им толщину. Тоже очень упрощенно. Вот так вот он выглядит. Ботиночки. Тоже очень упрощенно. Ботиночки. И практически все. Только ушки остались нарисовать вот так вот. И глаза может быть. Вот здесь у него носик. Глаза такие большущие глаза. Я не знаю, умный он или нет. Но он-то, конечно, очень смешной. Мне он нравится. А рисуем. Теперь нужно я возьму маркер и буду рисовать. Но если ты хочешь, ты можешь рисовать дальше карандашом. Это тоже будет хорошо. Начнем с его бабочки. Бабочка. Теперь у него красивое очень украшение такое. Вот у него фрак, я понимаю. Он по фраке ходит. Фрак. Здесь застегнута. Это какая шубочка его. Шубка или одежка какая-то, да? Теперь рисуем у него рукава. Рубашки его. И вверх идут вот так. Ручка одна вверх идет. Лапка, я так же сказал. И вторая вверх. Теперь штаны сразу рисуем. Штаны вниз идут. Штаны вниз идут. Штаны вниз идут. Штаны вниз идут. Очень легко. Потом в конце осталось нам только здесь нарисовать ботинки. Ботинки нам вот так получаются. Ботинки. В ботинках они красные. Мы их потом раскрасим. Все видно? Нормально. Если не успеваешь, то ставь на паузу. И продолжай, когда догонишь. Дальше. Что мне еще тут нарисовать? Надо же кота нарисовать самого тоже. Нужно нос ему нарисовать. Улыбочку. Зубки не забыть. У него зубки есть. Я называю это мордашкой. Вот это вот такая вот мордашка. И теперь глаза. Глаза у него такие неповторимые. Огромные. Похож он не знаю на кого. На длинную палку что ли. На длинную палку, да. На длинную палку похож. Нет, так он поглубее выглядит. Вот так. И он, у него глаза черные. Так что их можно черным сразу закрасить. Вот так. Примерно так он выглядит. И как мы и сказали. Нарисуем теперь его тело. Так. Так. Сюда идем. Сюда. Так. И здесь ушко. Так. Так. Вот такой примерно кот получается. Осталось только ему нарисовать руки. Руки. И вот здесь мы такие кругляшки нарисуем сначала, да. Кругляшки нарисовали. А теперь нарисуем просто кулачок. Вот так я нарисую кулачок. Он просто ручки в кулачок собрал. Я думаю, это легко тебе будет нарисовать, к примеру. Ну, для того, чтобы для начала. Да. И все-таки легче, да. А здесь нарисуем просто ладонь, к примеру. Мы нарисуем один большой палец. А здесь нарисуем раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И что я забыл нарисовать? Это хвост. Хвост тоже нарисуем. Он тоже очень длинный. Сам кот, он такой не очень яркий. Я его сейчас буду раскрашивать. Но буду раскрашивать его, собственно, чем? Темно-синий возьму. И раскрашу штаны. Он, наверное, в джинсах, я думаю. Кот в джинсах, да. Ученый кот в джинсах ходит. Штанишки у него такие темно-синие. Синие больше не понадобится. Теперь беру фиолетовый. Фиолетовым у него только бабочка. И только бабочку раскрашу фиолетовым. Теперь возьму красный. И красным я раскрашу... Вот он мой красный. Где же мой красный? Вот он мой красный. Считаю эти ботиночки. Красным. Ушки чуть-чуть тут красные. Ротик. И, наверное, все. Теперь берем такой очень розово-малиновый, что ли. Ну, возьмем розовый. Вот здесь вот у него розовый. Отлично. Теперь берем оранжевый. Все по очереди берем и красим. Вот теперь я беру оранжевый и крашу в оранжевый. Вот такая оранжевая у него рубашка. Или кофточка. Оранжевая. Убираем. Больше она нам не понадобится. Теперь мы возьмем зеленый. Светло-зеленый возьми. И покрасим все глаза. Они у него очень яркие. Такие большущие-большущие. И они такие светло-светло-зеленые. Вот так. Светло-зеленый. А после этого я возьму темно-зеленый. Сейчас я его найду. Вот оно. Нет, это недостаточно темно-зеленый. Так вот потемнее возьми зеленый. И получится здорово. Так. И добавим зеленый. Вот так. Зеленый. Зеленым закончили. Теперь остался черный цвет. Ну, еще бежевый. Бежевый, бежевый, бежевый. Точно бежевый для его мордашки. Здесь же мордашка. А все остальное мы используем черный цвет. Сам кот черный. Черный кот. Все ходит под собой кругом. Помню я эту сказку. Помню этот стих. И он очень мне нравился в детстве. А сейчас прям взяли и сняли целый мультик про этого кота. Кот, конечно, веселый. Мне нравится его озвучка. Мне нравится, что он такой длинный и похож, не знаю, на палку или на глиста. Здесь задание сейчас у нас очень тяжелое. Но нужно всю голову раскрасить. Это довольно сложно. Так что я раскрашиваю быстро. Ты, может, не успеваешь. Тогда уж точно вставь на паузу и подождем. Такой раз. А вот уже пауза закончилась. Если ты уже раскрасил. И ты быстрее меня раскрасил. Я такой уже как будто ты поставил на паузу. Ну и я стараюсь всегда раскрашивать быстро. И тебя тоже прошу. Раскрашивай быстро. Не тормози. Немножко залез. Ничего страшного. Зато у тебя быстро получилось. А потом ты научишься совсем быстро все это делать. И не будешь тратить время много. Каждый твой рисунок будет делаться быстро и с легкостью. Такой рисуночек готов. Ребят, я нарисовал кота. И за это кот ученый из мультика. Классного мультика сериала. Сказочный патруль или фэнтези патрол. Мне он очень нравится. Я его отобряю. Радуюсь вместе с нами. С вами меня Рома. Мой сын смотрит его. Радуется и говорит. Ну неужели такой Кощей бессмертный хороший? Я в сказке читал. Он был страшный. А тези он хороший. Я говорю. Не бывает и такое в жизни бывает. Ладно. Спасибо, что рисовали со мной. Я нарисовал всех четырех героинь. Кота пятого нарисовал. Если вы что-то хотите, чтобы я нарисовал, приходите в инстаграм. Участвуйте в конкурсах. Обязательно выиграете. И я нарисую то, что вы хотите. Договорились? Пока.